Виктория Грызлова помогает людям, начинающим в школе. В старших классах учила малышей ораторскому мастерству. Поступив в колледж, девушка официально вступила в ряды добровольцев. Наверное, волонтерство – это больше для души, потому что я учусь на специальности парикмахера. И мне, в принципе, эта специальность нравится. Я вижу себя в этой специальности. То есть, если какие-то будут временные досуги, я пойду заниматься волонтерством, а там не сидеть в телефоне на диване. Это для души будет. Сосчитать, сколько человек присоединяется к разовым акциям, невозможно. Люди разного возраста предлагают свою помощь. Кто-то готов поработать водителем, кто-то курьером. Например, сейчас в регионе действует акция «Мы вместе». Добровольцы помогают одиноким пожилым людям в приобретении продуктов питания, лекарственных препаратов и оплаты услуг ЖКХ. Воспользоваться помощью можно, позвонив по номеру телефона горячей линии, указанному на экране. Двадцатый год, 2020, показал нам. К сожалению, так сложилось, что нуждающих все было больше. И нужна была элементарная помощь. Знаете, даже просто водитель со своей машиной. Казалось бы, ерунда, да? А на самом деле это очень важно. Врач большее количество людей успевает обслужить, помочь. Объединились люди в этом году, потому что на уровне правительства, президента, главы региона, города всегда это поддерживается. Волонтеров видят как партнеров. В профессиональный праздник, который совпадает с открытием уже 19-го форума добровольцев Самарской области, волонтеры получили благодарственные письма и подарки за свой бесценный труд. Стать волонтером и помогать может любой желающий. Для этого нужно обратиться в Самарский центр развития добровольчества. Мария Левина, Василий Колдашов. События.